Многие согласятся, что в отличие от футбола, хоккей действительно создан для русских. Наши спортсмены со времен Советского Союза играют на высшем уровне. Наблюдать за ними одно удовольствие. Во многом заслуга тренеров, прославленных хоккеистов. Например, Анатолия Тарасова. Даже к хоккейному клубу Рязань он имеет отношение. Тренеры молодых ребят когда-то общались с легендой. В жизни некоторых из них он внес большие коррективы. Так что закалка передается от тренера к тренеру и от отца к сыну. А это за меня еще решено было, наверное. Еще до того, как родился. Отец играл сам в хоккей. У меня другого выбора не было. Роман входит в молодежную сборную России по хоккею и выступает за хоккейный клуб Рязань в качестве нападающего. Он говорит, что если у него родится сын, он обязательно отправит его в хоккей. А пока у Романа дочка, которой он ни в коем случае не собирается отправлять бороться с шайбой и противниками. Говорит, это мужской вид спорта. Тяжелый морально и физически. К тому же ни для кого не секрет, что драки на льду разрешены. И необходимо только соблюдать некоторые правила. Нельзя головой бить человека. Сразу получишь денежный штраф, несколько игр пропустишь. А так в пределах разумного, как в боксе. Сами хоккеисты говорят, что моральное удовлетворение получают не только от побед, но и от голов и успешной передачи шайбы. Власти региона и города делают многое для того, чтобы спорт развивался. Большой скачок произошел как раз после введения в эксплуатацию ледового дворца в Рязани. В 2005 году были приглашены именитые тренеры. Некоторые из них входили в молодежную сборную СССР. А через год хоккейный клуб Рязань за счет своих побед получил право играть в высшей лиге. На сегодняшний день цель команды и тренеров – пробиться в плей-офф этого сезона и выиграть кубок высшей хоккейной лиги. Среди 20 российских команд в настоящее время и решается судьба плей-оффа. Клуб Рязанский. Боремся. Боремся, не уступаем именитым клубам, у которых финансирование очень приличное. Практически всех обыгрываем. Нужно просто потерпеть чуть-чуть. Сейчас мы все рядом, но все рядом. Мы сейчас, выиграв одну игру, можем оказаться на восьмом месте. Проиграв одну игру, мы можем оказаться на шестнадцатом месте. То есть, все зависит сейчас от ребят, как они подготовятся к домашним играм. Конечно, в хоккейном клубе Рязань много приглашенных игроков. Например, из Ярославля. Там хорошая школа. Но тренеры уверены, что в скором времени поколение рязанских хоккеистов, способных на многое, будет стоять у руля. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...